На форуме победителей региональных конкурсов они представляют объединение БРСМ, пионерскую организацию, волонтерское движение, детский парламент, школьное ученическое самоуправление. Это ребята, которые, несмотря на возраст, а на своем личном примере доказывают, сегодня можно и модно не только хорошо учиться, но и быть личностью разносторонней, иметь активную гражданскую позицию. Мы выберем самых-самых ярких лидеров. Лидеры у нас будут признаны в двух номинациях, лидер БРСМ и лидер БРПО, так как среди поданных заявок показалось, что в основном это лидеры этих двух самых крупных объединений. В этом году, к сожалению, лидеров других объединений нет. Мне кажется, что это уже более 10 лет у нас этот проект. Вы знаете, на Брещене особое внимание всегда уделялось именно воспитанию, выявлению лидеров. Поэтому наши лидеры занимают достойные победы на республике. Что отрадно, что сейчас среди молодежи это модно. И она участвует не только в наших самых массовых организациях, БРСМ, БРПО, но создаются различные маленькие молодежные общественные объединения, клубы по интересам, различные интеллектуальные игры, которые проводят клубы. На самом деле это очень нужно. И с этого, чем больше у нас будет таких общественных организаций, либо клубов по интересам, тем больше в Брестской области будет развиваться гражданское общество. Анна Мерчук из деревни Мельники. Малорецкого района позитивный, очень энергичный и активный подросток. В свои 13-е она даст фору многим сверстникам. Сегодня девочка, член Детской палаты Центрального совета Общественного объединения Пионерской организации, аккумулирует идеи и воплощает их в жизнь. Мы придумываем конкурсы, идеи для развития молодежи, чтобы больше их расшевелить, продолжить какие-то традиции БРПО, сохранить и улучшить БРПО. Хочется показать людям то, на что я способна. Хочется доказать то, что я лидер. Лидер должен обладать креативностью, активностью, он должен уметь работать с коллективом, уметь работать с детьми, потому что лидерство берет свое начало у детей. То есть дети являются лидерами, они должны быть первооткрывателями, пионерами. Участники представили программы в два этапа. Свою насыщенную и увлекательную жизнь они презентовали в формате фотовыставки, рассказав членам комиссии о своей работе и лидерских качествах. Основным испытанием стал конкурс ораторского мастерства. Каждый участник рассказал о личном вкладе в развитие своей малой родины. Лидеры нам нужны. Все равно какой-то голод кадров у нас есть. И на самом деле я всегда неустанно повторяю, общаясь с молодежью, что нужно получать не только образование и не только высшее образование. Нужно еще обладать различными другими качествами, которые приведут и продвижение по карьерной лестнице. И, скажем так, что лидер понимает, что это не только командовать или руководить. Это нужно брать на себя ответственность. Нужно предусматривать на два шага вперед различные пути, выхода и решения из различных проблем. Лидерами не рождаются, ими становятся. И, несмотря на результат конкурса, хочется отметить, что каждый из участников уже победитель. Хотя бы потому, что это самые активные и разносторонние ребята Брещины.